ЛДНР готовится отчалить от Минских соглашений. Подконтрольные правительству общественные движения Луганская и Донецкая инициировали обсуждение создания закона о местном самоуправлении. На сегодняшний момент в городах и весь их Новороссии отсутствуют местные и районные советы всем управляют по прямой указке сверху назначаемые правительством мэры и их аппарат. В итоге порой возникают достаточно неприятные ситуации, когда в Донецке, не разобравшись в ситуации на месте, принимают изначально неверные решения, а рукоположенные градоначальники спешат исполнить их волю во вред общине. Законы ждали пять лет. Ранее аналогичные законы даже не пытались принимать. Считалось, что они нарушают букву Минских договоренностей. Согласно тем самым, давно утратившим смысл протоколам, специальное законодательство для Донбасса должны были разрабатывать в Киеве. Вместо этого в украинской столице приняли немало законов, но все они были направлены отнюдь не на федерализацию Донбасса и создание там региона с особой системой руководства и собственной народной милицией, а на уничтожение недавних соотечественников. В итоге вся властная вертикаль республик была принесена в жертву Минским договоренностям абсолютно напрасно. Вместо того, чтобы создавать нормальные государственные структуры с привычной архитектурой, в Луганске и Донецке пять лет создавали нечто нежизнеспособное, неэффективное и громоздкое. Теперь закон об органах местного самоуправления будет принят, но остается открытым вопрос, насколько быстро и эффективно смогут воплотить его в жизнь местные власти, испытывающие кризис кадров, а также крепко привыкшие к системе, когда несколько человек наверху пирамиды решают буквально все вопросы в республике. Минск все? Понятно, что разработка соответствующего законопроекта вовсе не является инициативой местных общественных движений или даже местного правительства. Была бы для этого воля и была бы возможность, приняли бы уже давно. Вопрос, скорее, состоит в том, что внезапно изменившаяся политика России в отношении ЛДНР и Украины как будто стремится наверстать все то, что не было сделано на протяжении предыдущих пяти лет. Вполне вероятно, что новый политический вектор России наконец обнуляет минские договоренности, которые, скажем откровенно, никто никогда и не выполнял. Скорее всего, в обозримом будущем эти договоренности будут исполняться лишь на уровне обмена военнопленными и политзаключенными, а также остановки боевых действий на линии разграничения. Последствия изменят многое. Скорее всего, уже в самом обозримом будущем стоит ожидать кардинальных сдвигов и в архитектуре власти в республиках ЛДНР, и в упразднении чрезмерных полномочий правительства, и, самое главное, в отношении самой России к Новороссии. Вероятно, также стоит ожидать определенных ротаций в правительстве. Также, учитывая официальный отказ России от торговли с Киевом углем и нефтепродуктами, ранее значительная часть донбасского угля шла на Украину контрафактом, можно предположить изменение статуса республик. В этой ситуации либо для сбыта угля теперь нашлись новые рынки, и новые схемы, либо республики будут частично признаны, как это было с Абхазией и Осетией. В отдаленной перспективе недавние события также, скорее всего, будут означать долгожданное объединение республик в единое пространство, с единым законодательством и более или менее общим правительством. Впрочем, в последнее время пытаться угадать шаги Кремля дело неблагодарное. Слишком быстро все меняется в мире, слишком резко принимает решение Москва. Впрочем, последние новости для Донбасса носят исключительно положительный характер.